Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление России и Китая. Документ охватывает множество аспектов от сотрудничества в экономике до предстоящего чемпионата мира по футболу. Стороны согласны в том, что турнир не должен страдать от неспортивных факторов. Также лидеры России и Китая сделали заявление для прессы. Одной из тем стала торговля. Развивается торгово-экономическое сотрудничество. По итогам прошлого года товарооборот между нашими странами составил 87 миллиардов долларов. При этом увеличились поставки продукции с высокой степенью переработки машин, оборудования, транспортных средств. В январе-марте объём российско-китайской торговли вырос ещё на 31%. Если нам удастся сохранить такие темпы, то к концу года мы сможем выйти на рекордные показатели, на уровень, о котором мы говорили в течение предыдущих нескольких лет, 100 миллиардов долларов. Китай остаётся крупнейшим торговым партнёром для России. Заметно улучшается торговая структура наших стран. Услежно противникаются крупные стратегические проекты в инфляционной, энергетической, транспортной, инфраструктурной, авиационной и космических областях. Ещё одной темой выступления стали актуальные мировые и региональные проблемы. Россия и Китай заинтересованы в том, чтобы на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом установились мир и стабильность. Отрадно, что начавшийся межкорейский переговорный процесс идёт в логике российско-китайской дорожной карты корейского урегулирования. Недавние российско-северо-корейские контакты подтверждают готовность Пхеньяна к конструктивной работе. Была также затронута ситуация вокруг иранской программы. Китай и Россия, как постоянные члены Совета безопасности ООН, являются ответственными державами в мире. Мы с президентом Путиным договорились о том, что в условиях сложной и изменчивой межнародной обстановки Китай и Россия будут наращивать взаимную поддержку и содействие в межнародных делах.